В 1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря Международным Днём Инвалидов. Это ещё одна возможность обратить внимание на проблемы людей, волей судьбы имеющих слабое здоровье, нуждающихся в особой помощи и поддержке. Инвалиды – это люди, которые по состоянию своего здоровья испытывают затруднения при передвижении, не видят или не слышат, не всегда могут сами позаботиться о себе. Но очень часто они могут достигнуть большего, чем совершенно здоровые люди. В нашем обществе много всемирно известных людей с ограниченными возможностями. Я хочу познакомить вас с некоторыми из них. Алексей Моресев – легендарный лётчик, герой Советского Союза. В 1942 году в бою с немцами самолёт Алексея был подбит, а сам он тяжело ранен. В госпитале ему ампутировали обе ноги, но, выписавшись из больницы, он снова сел за штурвал. Михаил Суворов – автор 16 поэтических сборников. В 13 лет от взрыва мины потерял зрение. Более 30 лет Михаил преподавал в специализированной очно-заочной школе для слепых. Ему было присвоено звание заслуженного учителя Российской Федерации. Олег Акуратов. Инвалид детства по зрению. Тотально слепой. Впервые в возрасте 4 лет состоялось прослушивание Олега в музыкальной школе, где он проявил незаурядные музыкальные способности. У него абсолютный слух, феноменальная музыкальная память, исключительное чувство ритма, самобытный дар эстрадно-джазовой импровизации. Его игру отличает высокое исполнительское мастерство и эмоциональность. Павел Луспекаев сыграл немало ролей в театре и кино, но для большинства зрителей он навсегда остался таможенником Берещагиным из «Белого солнца пустыни». Созданный им образ навеки вошел в историю отечественной кинематографии. При этом трудно даже представить, что артист, сыгравший этого сильного человека, был серьезно болен, и каждый, сделанный на съемочной площадке шаг, требовал от него огромных усилий. Роман Петушков, пятикратный чемпион мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 2013 года. Михалина Лысова, заслуженный мастер спорта России, паралимпийская чемпионка в эстафете по лыжным гонкам и бронзовый призер в биатлонском пассюте среди слабоведящих спортсменов на зимних паралимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Призер десятых зимних паралимпийских игр Анна Бурмистрова, обладатель пяти золотых наград, а также четырех серебряных. В марте 2010 года ей вручен орден почета за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за высокие достижения на десятых паралимпийских зимних играх. У нее частичная неподвижность руки, травма плечевого сплетения. 3 декабря – день тех, кого не сломила судьба и определенные обстоятельства. День с сильным духом людей. 3 декабря – день тех, кого не сломила судьба и определенные обстоятельства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова